Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Раз уж вот здесь я посевами занимаюсь, с редиской, салатом показывала, как сею, я принесла сюда сразу, выписала несколько вопросов зрителей. Сейчас буду отвечать очень подробно. Сразу прошу наших опытных, наших таких огородников-старожилок, вы не злитесь, когда задают вот такие вот, казалось бы, элементарные вопросы, и на которые я еще очень подробно объясняю. Еще раз говорю, у нас у всех разная степень познания огородного дела, и для кого-то эти вопросы бывают тоже важными и неизвестными. Вот, например, Тимон Баев задал вопрос, сколько дней должно быть рассаде от посева до высадки? Конечно, все знают, что стандартный срок рассады это 60 дней. Но ведь, ну как, это как правило. Но ведь у каждого правила есть исключения. Я сейчас буду говорить о исключениях. Рассаде может быть и больше 60, и меньше 60. В каких случаях? Меньше 60 дней. Обычно специалисты рекомендуют высаживать более молодую рассаду. Это ту, у которой совсем короткий срок вегетации. Вы сравните, если высокорослые, индетерминатные, у некоторых есть 130 дней срок созревания, то есть от первого всхода до первого поспевшего плода, то у скороспелок есть 65-70 дней, также от первого всхода до первого плода. И если мы будем держать вот этот скороспелый до 60 дней, ну короче, ждать, когда ему исполнится 60 дней, то возможно в 60 дней у него будут и цветы, и завязи, поэтому вот такую рассаду скороспелую, с коротким сроком вегетации можно высаживать в возрасте не только 60 дней, но и 55, и даже 50. А есть некоторые сорта, у которых прямо на пачках написано, что высаживать в возрасте 45 дней. Это вот эти наши, конечно, скороспелки, ультраскороспелые, ранние, все. Так что рассада не обязательно должна быть 60-дневного возраста. Идем дальше. Но рассада может быть и 70-дневного возраста. Это уже по нашему желанию мы можем сделать сами. Смотрите, если вот тот самый индотерминатный сорт, у которого 120-130 дней срок вегетации, ясно, что если мы его посеем в стандартные сроки, высадим в 60 дней, то у нас в сибирском регионе очень часто такие сорта, если они крупноплодные, если они позднеспелые, они не успевают вызревать. Потому что, ну вот поэтому опытные огородники находят такой выход. Увеличивают срок выращивания в рассаде этого томата. То есть сеют пораньше и высаживают уже рассаду 70-дневную. Иногда даже 75- и 80-дневную. Но для этого нужно соблюдать условия выращивания. То есть она должна быть в большом объеме. То есть там уже не 200-граммовый стаканчик, не 500-граммовый стаканчик, скорее всего, не подходит. Некоторые переваливают в тару 2 литра. Некоторые переваливают в тару даже 5 литров. Все делается для того, чтобы рассада без ущерба для здоровья росла в более взрослом состоянии. И высадить ее уже взрослую, готовую к плодоношению, чтобы она успела дать свои плоды. И чтобы плоды успели вызреть на кустах. Так что вот отвечая на вопрос Тимона Баева, я скажу так, что рассада во время высадки может быть любых сроков. 45, 50, 55 дней, 60, 65, 70, 75 и 80. Дольше держать ее уже смысла нет. Но все-таки стандартные, рекомендованные вот такие сроки 60 дней. Вообще, конечно, это зависит все от сорта. Есть другие показатели, по которым мы узнаем, что рассада готова к высадке. Это зачаток от бутона цветочной кисти. Когда цветочная кисть полностью выдвигается вот между этих спазов, между листьев, это значит, она готова к высадке. Обычно рекомендуют ее высадить до цветения, потому что во время цветения пересадка иногда бывает, ну, неблагоприятно сказывается, и цветочки опадают. Но если вы без повреждения, опять же, земляного кома будете высаживать, то и цветочки не опадут, то можно высадить и цветущую рассаду. Тут нюансов очень много, кто на что гораст. Все, до свидания. Я надеюсь, очень подробно и полно ответила на вопрос Тимона. Кому это слишком, как всегда, долго и модно, но значит, вы уже все знаете. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok